Хай! Здарова! У меня, короче, произошёл кризис. Я сейчас, блядь, не шучу, поэтому я подрубил, чтобы с вами посоветоваться. Кризис среднего возраста, нахуй, о том, что я стагнирую как долбоёб ёбаный. Меня, блядь, это самое, уже устал. Хуйню одной тоже делать в своей жизни, блядь, уже просто заебало. Я сейчас, ну, ни малейшей шутки вообще ни разу не вбрасываю ничего, потому что, блядь, каждый блядский день одной тоже, нахуй, меня уже заебало конкретно, поэтому я пришёл к выводу того, что надо, блядь, уже резко переворачиваться, блядь, и доллар подорожает, я ебушну, блядь. Короче, послать всех нахуй и, в принципе, начать полностью ОБС переделывать, оформление сменить нахуй, это всё, и ладно, мне просто до этого руки не доходят, у меня человека нет, который поможет, но я думаю, я с этим справлюсь. Это всё хуйня. У меня появилась идея. Эта идея очень дорого стоит, но я, мать, её сделаю, и это нет, не квадрокоптер, который я обещал, который появится в любом случае, я ещё раз говорю, после того, как я перееду. Это, блядь, не какой-то комп ещё чё-то, нет. Мне нужен ёбаный в рот сетап для лайфстримов для этого. Он пизда, как дорого стоит, чуваки, я, блядь, я в ахуе. Чё-то в районе там 180 тысяч может спокойно это выйти, блядь, у меня, сука, таких денег лишних нет. Поэтому я решил посоветоваться с вами. Чтобы сказать, в лужу не пердеть, я... Да, Ирлстримов, к сожалению, блядь, по бартеру мне никто не даст вот эту хуйню, которую я хочу, да? Помой голову. Я помыл голову, я сейчас с души вылез. Иди нахуй, блядь, сынок, блядь. Я, короче, решил у вас спросить, а будет ли вам интересна такая тема, что я хочу ввести... Блядь! Мне пришла ещё более гениальная идея. Покатушки на разных тачках, блядь, с видом от первого лица за рулём, блядь. Ммм, нормалды чине, блядь. Чат, вся хуйня, блядь, всё нормально будет. Но мне нужен... Прихуяривается к башке камера вот так вот, блядь. И вот так можно сидеть хуярить. Пока что на своей, но... Сейчас я придумал ещё больше пиздатую тему. Например, как... Нет, это не будет камера в руках, как долбоёбство эта хуйня вот эта. Мне вот это вот... Ну, блядь, это на ивенты можно с ней ходить. Понятно, это всё будет работать. Блядь, мы двух зайцев убиваем. Но основная концепция. Можно будет встречаться, блядь, с подписчиками. Брать у них пиздатые тачки, садить рядом. Пиздеть, калякать и ехать куда-то. Вообще похуй куда. Можно там на АМГ взять, покататься. Ну, короче, что-то в этом стиле, блядь. То есть... И, блядь, я хочу это в формат... В формат лайва вывести. То есть, это понятно, блядь, что... Есть видосы какие-то там, ютуберы, блядь, проще. Это всё неинтересно. А что, если бы это было в формате лайва? Я вот и думаю. Быстро надоест, понятно. В дальнейшем просто, если это надоест, можно что угодно другое сделать. Я просто говорю про то, что эта хуйня мне в любом случае нужна, чтобы ездить куда-то и за границей снимать, блядь. Тут ивенты какие-то посещать со стримами. Не сидеть как долбоёб, сторис пилить, когда... Как конченый. А реально прийти со своей сумкой. Ну, это тот же рюкзак. Вот так вот. И снимать ходить. Ну, блядь, я думаю, это круто будет. Просто если, ну, тратить деньги, то рационально как-то. Пока не попробуешь, не узнаешь. Дядь, я не хочу пробовать ценой в 180 тысяч рублей, честно. Я вот что-то, как-то меня жаба душит. Если мне это нахуй не понадобится и вам это не нужно, как бы, какой смысл тогда это покупать, согласен? Поэтому я как бы запустил стрим. Я просто очень долго думал. Пиздец как очень долго думал. И, ну, блядь, ну честно, я устал, чуваки. Ну, куда я дальше, блядь, в свои комнаты не выхожу? Меня надоело. Я так проёбываюсь с утра до вечера. Я бы хотя бы подрубал и проёбывался в лайве, блядь. С вами пиздел, там, додел каких-то, доезжал. Встречался, блядь. Ну, это же по магазам ходил, блядь, с этой хуйнёй. Ну, это прикольно. Не знаю, это круче. Я понимаю, что онлайн будет меньше, потому что, блядь, совсем другая атмосфера. Это не то, чтобы расслабиться, включить. Никто не говорит, что эти стримы нахуй пропадут. Они будут. Это говно, которое вы сейчас видите, оно будет. Блядь, как заебал этот ОБС. Левее чуть-чуть так смещу. И, блядь, и камеру я куплю нормальную на новую хату просто. У меня сейчас смысла нет её въёбывать. И свет, блядь, нормальный будет. Всё, короче, будет заебумба. Всё переделаю. Но пока что, вот, я горю желанием захуярить именно вот то, что я захотел. Но мне нужны сборы, блядь, к сожалению. Потому что я не потяну. Я, блядь, самый нищий среди стримеров. Держу в курсе. И нет, я не давлю на жалость. Просто, ну, вы растёте, я расту. И мне для 21 года уже слишком скучно, блядь, в игрушки играть. Честно. Это, блядь, кого это удивишь? Ну, блядь, ну все играют в игрушки. Ну да, я могу там изредка поиграть в игрушки. Но одно и то же, блядь, видосы в игрушки. Видосы в игрушки, блядь. Не заебало, нет? Вот 4 года одно и то же делать. Меня заебало. Меня заебало стримить. Вас ты не заебало одно и то же смотреть? Каждый день приходить, один и тот же контент видеть. А мне кажется заебало уже давно. Надо что-то новое придумывать. Спасибо. Мерч. Он это самое. Мерч ещё не скоро, в плане того, что он пока что на производстве. То есть уже не от нас всё зависит. Когда он сделается, там 120 футболок шьются сейчас. Вот они сделаются, я скажу. Нужно ждать. Так вы ждали, когда я документы все оформлю. Сейчас всё хорошо, все документы сделаны, всё заебумба, оплачено. Мне ещё постоплату нужно потом сделать после проделанной работы. Скажем так, 50% предоплата, постоплата ещё 50%. Поэтому как бы вот. Сейчас ждём, пока их пошьют. Их очень быстро пошьют. Их, наверное, в неделе две ещё. И уже всё готово будет. Уже с печаткой, со всей хуйнёй. Мы придём, прям возьмём футболки посмотрим. Заодно покажу, чё там. Да, я напишу Гексу обязательно. Я напишу Гексу, всё сделаю. Вы мне просто, блядь, скажите, это интересная тема или нет? Сейчас пока что, ну, никто не собирается брать вот мешок денег и идти завтра покупать. И это, ну, ни одно, ни один день. Просто интересно ли такая хуйня или нет? Меня заебало одно и то же. Я вот ещё в дальнейшем, мне пришла идея. У меня, правда, ну, тоже есть люди, которые помогут с этим. Вот есть интервью, ебаные, да? Вот есть подкасты, ебаные. Чтобы мне мешало снять студию, условно, за 30 тысяч рублей какую-нибудь, там, в месяц отдавать туда, блядь. Каждый, я не знаю, каждые две недели какого-нибудь чувака приглашать, составлять список вопросов и просто сидеть в лайве вопросы задавать, блядь. Ну, типа, интервью в лайв-формате на Твиче. Это же, блядь, пизда, как интересно. Никто ж такого не делал ещё. Надо что-то, ну, как-то расти надо, блядь, получается. Главное, чтобы это, ну, вы мне напоминали, мотивировали как-то, блядь. Потому что, ну, сегодня я горю, завтра я, блядь, такой, типа, ну, нахуй, меня всё устраивает, блядь. Буду хуй посасывать без денег, без всего. Домой приглашать ты чё, блядь? Не, ну, нахуй, никто домой ко мне не поедет. Так вот, тут-то, блядь, и тема. Тут-то вопрос в том, что, чтобы черпануть новую аудиторию, понимаешь? Типа, понятно, что сейчас людям это не особо понравится. Но. Точно. Я, блядь, далеко ходить не надо. Есть жора. Ну, как-то вот так. Поэтому, ну, надо как-то собрать 180 тысяч рублей. Я пойду этот ёбаный рюкзак потом куплю. Пойду, блядь, там, оказывается, я сейчас посмотрел обзор этой хуйни. Там ещё, оказывается, нужно, блядь, подписку покупать, поняли? Подписка стоит чё-то, по-моему, 45 долларов, что ли, блядь. Это как на порнхаб, блядь, знаете? И, короче, ты, блядь, эту подписку покупаешь, чтобы у тебя на аппарате все три, блядь, модемы работали. Не будешь оплачивать, один будет работать. Ну, типа, и тогда логика, что можно просто с компасом. Не с компас, а с телефона запускать. Ну, типа, чё-то это дохуя, чуваки. Да, 3К в месяц взять, типа, это не шутка. Ну, не 3К в месяц, 3К это в год, по-моему. Дорого, ебанёшься. Ну, а чисто на год оплатить, там, два месяца в подарок и забить хуй вообще. Кто рюкзак будет таскать? Ну, я, блядь, он... Не обязательно рюкзак, чуваки. Это просто стримеры придумали, что это рюкзак. Есть поясничный такой уёбский держатель, чтобы на поясе висел, типа, как-то так. Не обязательно рюкзак, блядь. Вот я, как бы, сейчас с таким вопросом, но я бы очень хотел это реализовать. Пускай на пару раз, пускай ещё что-то вы скажете не понравится, пускай эта штука лежит. И пускай она потом... Ну, продам, если что, кому-нибудь. Просто надо как-то, ну, вот, заебало одно и то же, блядь. Не могу, нахуй, блядь. И телефон заебал уже. Просто тема в том, что с телефона нет возможности сейчас так сделать. Потому что ты, блядь, заходишь куда-то в кусты, и у тебя просто, нахуй, Эдж появляется вместо ЛТЕ. И ты такой, чё? И, к сожалению, ну, никак дешевле не сделать. Ну, вообще никак, блядь. Вот эта хуйня, которая берёт три, блядь, потока, в один объединяет, и, типа, стабильный интернет появляется. Я не знаю, я скромный чувак, блядь, но я хуй знает, как я с этой стримерской штукой буду, блядь. Ха-ха-ха. По-любому какая-то хуйня будет происходить в жизни. Да, блядь, в жизни слишком много пиздеца, пацаны. Типа, без контента никто не останется, блядь. Чувак, ставь сборы, не стремайся с дей пиздатой, ты сняешься собрать 180к, а некоторые пёздые собирают себе на квартиру, так что, надеюсь, у тебя всё получится. Блядь, да... Да я соберу с вами, боже, месяц, два, я соберу эту сумму, очевидно. И целенаправленно, если будем собирать, вы будете кидать целенаправленно. Мы соберём её, ну, там, неделя, две, неважно, как мы соберём. Просто я вот... Перед вами стыдно, как бы, поэтому я и говорю. А стоит ли оно того, или не стоит? Если не стоит, то и нахуй не надо ничего собирать, как бы, при своих деньгах оставайтесь. Там же, блядь, если вы думаете, что эту будку только одну купить, нихуя, это роутер, блядь, это ещё тарифные планы туда на два роутера... Не, на три. На три роутера тарифные планы. Плюс... Ну, там интернет проплачивается, плюс, нахуй, ещё, блядь, подписку эту покупать. Плюс, ещё нужно камеру с нормальным пауэрбанком, иначе, блядь, ну, типа, два часа стримить, это мало. Да, перцовочку я давно, Москанавт, хотел купить, бля, полезная штука, пиздец. Максимально полезная. Дурак, бля, не звонит, а звонит. А ты как по тексту понял, как я написал? Не звонит, а звонит. Я прям сейчас могу поставить сборы. Сегодня тогда, типа, отпишу Гексу, спрошу, уточню, чё как. Потому что я устал, хочу срочно что-то менять в своей жизни. Но я не хочу переставать стримить. Не знаю, идеи будете сами подкидывать, куда поехать, чё ещё, бля, это ж вообще прикольно. Так, телефон у меня есть, кстати, самое главное. Туда можно чат выводить. Всё нормально. Телефон покупать не надо, второй. Ну, типа, ла-ла-ла-ла. Да, дядь, всё, забей, всё. Это контент, вся хуйня, окей. Просто мне твич сегодня, я как загорелся этой идеей. Мне сегодня твич такой пишет, говорит, бля, дядь, ты, типа, и ролл-стример. Я говорю, в смысле? Ну, говорит, ну, с хуйнёй ходишь этой. Я говорю, нет. Говорит, бля, ну, просто, типа, скоро твич-юроп, как бы, и, ну, мы бы тебя взяли, если бы ты там бегал с этой хуйнёй своей. А я такой, а у меня её нет. Так ставить мне донат гол или нет? Пока не донатьте, не надо, это самое, не пойдёт в учёт. Просто это, я думаю, ну, нормальная тема будет. Как бы, заинтересовал, наверное, да, правильно подал? Нет, но это не будет так, что я, типа, вот её купил и забил хуй. Я хочу эту штуку применять. Мне с телефоном максимально некомфортно. Это, вон, постоянно сеть падает, я с телефона стримить не могу. Я бы так вот стримил, если бы нормально мог. Я на твиче не могу запустить трансляцию. Чё за штука? Ну, бля, показываю. Так, погодите, это роспись, это не то. Live, view, соло, аналог. Я смотрел аналог, есть какой-то, блядь, ещё... Вот она, эта хуйня. Она стоит 75 штук. Одна просто вот эта хуйня стоит 75 кусков. Я такой, бля, что? Почему так дорого, блядь? Коробочка весом 500 грамм, она вот такая. Вот примерно вот так она выглядит. Вот. Её обычно в рюкзак кидают, там и роутеры в рюкзак кидают. Всё в роутер, туда в рюкзак кидают, поэтому стримеры с рюкзаками ходят. А я не хочу рюкзак. Я куплю поясок какой-нибудь, наверное. Нет, это не инет, я рассказываю. Эта штука работает по принципу... Смотри. Она... Это, как бы тебе сказать, хуйня, которая с собой имеет сервис рестриминга, в котором ты регистрируешься и запускаешь через сервис трансляцию на Twitch. И вот тут вот, блядь, она HDMI-м камера подключается, тут наушники, блядь, сверху там монитор хуево-кукуево, всяких приколов. Справа-слева там втыкаются роутеры, они вот так вот стоят, два. Ещё третий можно воткнуть, там, короче, пиздец, дохуя их. Да вы видели, это вот типа ВЛГ с такой штукой ходит, Гексагент с такой штукой ходит. Вот я с такой штукой не хожу, потому что, блядь, я пока что... А, бэкпак, погоди, чё-то мне говорят не то смотришь. Ебать, охуенная картинка, нихуя не понял. Ну, видимо, вот этот рюкзак целый, типа, как бы и... Бля, видимо, вот это Гекс и купил. Вот лайфью соло, вот этот. Шо-то, блядь, я понял, про чё Гекс сказал, он сказал отдельно, типа, это стримить как-то и... Отдельно собирать, и я понимаю, почему отдельно собирать, он, наверное, купил целый рюкзак. А целый рюкзак стоит дороже, чем, блядь, что-либо ещё. Ну да, там, типа, и провода проложены, вся хуйня вот эта. Бля, какая штука хорошая, хочу. Да нахуя мне в аренду этот рюкзак, блядь, в рот я его ебал. Чё это за пиздец? Надо посмотреть. Допустим, на сайте есть кнопка купить. Да мне можно цену как-то узнать, блядь? Ты понимаешь, что тут конфигюр есть какой-то? Что конкретно мне надо? Не, ну, 2395 в сборе совсем, но это неплохо. Так, ну мне сколько надо сбора-то ставить, блядь, я не понимаю. Так, а если я соберу больше, чем надо, блядь, и типа, чё мне с этими деньгами делать? Так, ну чё, тогда надо ставить сборы, сколько сбора ставить? Сейчас поставлю, сейчас, блядь, у меня такое ощущение, что я чё-то с вами быстро эту хуйню соберу. 200 много, наверное. Ну, я думаю, 200 поставлю, типа, и как бы потом, если чё, поменяем потом. Вот, получается, вот так это выглядит. Блядь, чё-то как-то, ну, блядь, не кошерно выглядит, блядь, 200 тысяч, надъебанёшься. Да понятно, что я не буду этот рюкзак брать, я отдельно, блядь, всё возьму. Просто, типа, просто пытаюсь понять, чё, как? Блядь, чувак, лучше Рокет, 100%. Всё лучше, что Тони Сбербанк. О, первые 100 рублей есть! Да всё хорошо, я спрошу у Гексогена, что лучше собрать, и он мне поможет собрать. Всё, не вопрос, я понял. Просто условно, я не пойду этот рюкзак заказывать, я сказал. Блядь, он столько стоит, что он в Россию приедет, я ещё должен буду налог охуевший заплатить, чуваки, блядь. Уж лучше тут в России собрать дешевле выйдет. Я вам прям просто гарантирую, что эта хуйня очень дорого будет стоить сюда доставить. Вернее, блядь, не доставить, а ещё налог на неё, наверное, 30% заплатить, пиздец, вы чё? Я же не миллионер тут, я же поэтому и сборы ставлю. Субтитры сделал DimaTorzok